приветствую снова обзор снова луки из днепра и у меня есть чего про них рассказать снова буду рассказывай хорошие и так немножечко откачусь назад помните обзор где обозревал лук несколько выпусков было назвал серию выпусков днепровская акула это все луки от компании васп вот такая вот пчелка занимается производством юрий петерсон который собственно основал свою марку занимается изготовлением и очень важный момент на нем я еще раз сделаю акцент в плечах используют ламинат собственного изготовления то есть это не рядовые ламинаты не дешевые одновременно сделали ставку не на дорогие заграничные делают сами процесс сразу скажу достаточно геморройный непростой но справились достойно справились это очень здорово ну ладно почему я вообще вспомнил днепровскую акулу я периодически буду возвращаться к тому луку буду сравнивать вообще я очень-очень рад этот год особенно вот конец лета просто потрясно и в каком плане много людей начали делать луки и эти луки у них получаются все лучше и лучше у многих мастеров это я считаю просто офигенно ну ладно про луки вот такие вот чехлы это ранняя модель чехла это более продвинутая действительно более продвинутая чехол реально классно сразу немножечко огорчу чехлы производятся и продаются отдельно так вы не волнуйтесь то что я положил здесь на землю мы это все компенсируем фотографиями и начну я с лука под названием прима вот такая вот гравировочка почему я с него начинаю этот лук является по сути базовым именно таким образом фирма производит луки так кармашек букики пылечики как и в предыдущих моделях есть шип который придает жесткость конструкции плечи не гуляют и вырезы фигурная так что верхнее и нижнее причем перепутать очень сложно основное дерево тут клён вставка из ценного какого-то красивого дерева ну и так далее так далее к этому луку вместе с этим луком идут крага ключ мне закинули на палечник это не комплект это все комплектуются отдельно продается отдельно да я уточнил этот момент так оно и есть наверное этот момент я ускорю снимая ребятки в боевых условиях погода нелетная пасмурно срывается дождь фотоаппарат у меня сейчас облеплен пленкой иначе были бы проблемы так лук у нас собран вернее нижнее плечо как я уже сказал перепутать нереально еще маленький момент тетива тетива делается вот так то есть идет есть дополнительная обмотка и вот таким вот образом формируется седло под тетиву я даже не знаю хорошо это или плохо пожалуй неплохо если вы хотите заказать обычную тетиву без этого чтобы самому установить метку седло делается это без проблем но для новичков здесь есть огромный плюс во первых намного намного проще стрелять без перчаток или напалечников тетива руку не режет стрелять комфортно что я собственно и проверю сегодня также еще немаловажный момент такая вот бабушка такая толстая тетива такое утолщение достаточно положительно влияет на выпуск в общем идея вот с таким вот утолщением достаточно неплохая так ладно традиционный первый выстрел в молоко но не в молоко ладно итак вот он лук прима когда я его взял в руки я был поражен чем ну во первых этот лук больше чем все остальные здесь 58 дюймов длины 33 фунта на 28 дюймах и тянется он до 33 дюймов что я сейчас и продемонстрирую вот это 33 дюймовая стрела вот вот недостаток этой конструкция несмотря на то что тут 33 фунта мне неудобно тянуть банально ваши руки короткие но тем не менее 33 дюймов вытяг и можно тянуть его дальше хорошо это или плохо я часто обращал внимание на этот момент в плане вытяга здесь это нехорошо здесь это замечательно вот этот лук я смело могу рекомендовать начинающим стрелкам и любителям почему рукоять телефонном разговоре меня предупредили действительно так и есть удачно это вот именно здесь форма просто потрясающе почему я очень часто например начинающим стрелкам рекомендую делать вот такую вещь сжать три пальца и обхватить рукоять вот таким вот образом чтобы поставить правильное положение руки чтобы не получали по локтю здесь ее взять иначе банально не получается сразу получается хороший правильный хват очень классная рукоятка здесь это получилось прекрасно действительно прекрасно очень толковая вот здесь утолщение все необходимые углубления не знаю откуда пошла идея она отличная мне очень понравилось сам дизайн очень приятный в плане дизайна действительно все вот эти вот наплывы все аккуратно отшлифована вышлифована сделано все отлично вот еще раз покажу такая вот прекрасная приятная классная эмблемка но да ладно но это еще не все лук тянется как очень классный очень обалденный ну хорошо но может короче он тянется как олимпик в самом что ни на есть прямом смысле этого слова секундочку очень мягко очень прогнозируемо очень комфортно стреляет стрелами любыми все просто хорошо тянется куда угодно ложится в руку сам и стреляет тоже практически сам вот эту фразу лук стреляет сам я произношу редко это не каждого лука касается здесь это реализовано в полной мере он чуть больше здесь больше рукоять про него ничего нельзя сказать плохого в нем всего хорошего в мир это здорово но двигаемся дальше в менее удачном по заверениям юрия чехле тут я согласую первой действительно похоже когда увидел второй это стало явно находится более интересный лук во первых он меньше не знаю видно меня там видно наверно встал что что так во первых он меньше я уже говорил для таких размеров вот эти вас павские луки стреляют очень хорошо сделать маленький лук хорошо стреляющим это задачка то еще спаять ну во первых что здесь переклейка всяких ценных сортов дерева америк северо американский орех клён красивый прочей красе вы посмотрите вот на это как выдвинутых выдвинуто в общем как поддаются вперед плечи какой здесь сильный изгиб при том как они выгнуты относительно рукояти лук изначально очень сильно напряжен преднатяг на нем сразу очень большой здесь не знаю такие же плечи или не такие по моему они все-таки отличаются этот лук надо снаряжать очень осторожно почему до стреляют он отлично да плечи тоненькие легкие тонкие не узкие ну хотя они не сильно широкие но тут уже отдельная история очень аккуратно нужно обращаться с луком чтобы при надевании тетивы эти самые плечи ему не свернуть с таким явлением я сталкивался на итальянских рогимах да тут у нас все получилось сразу честно скажу первый раз я не совсем удачно справился смотрите попа вот это видите опа 30 дюймов лук этот 55 дюймовый вы видите лук маленький 37 фунтах на 28 дюймов написано максимум тянется на 32 дюйма вы знаете что я хочу сказать вот тут насчет 32 дюймов вот они то есть вытянуть его на 32 можно лук это все позволяет но мне кажется дальше тридцатки тянуть смысла нет на 28 на 30 стрелять нормально никаких дубление не чувствуется но я повторяю дальше тридцатки обыскал уже некомфортно во первых размер все-таки небольшой но и все-таки все равно блин вы посмотрите на вот этот вот изгиб но даже просто чума этот лук уже не для слабонервных биение провороты нежелательные вибрации всего этого нет стреляет как хорошая годная классика почему я вспоминал акулу первый лук под этим названием он был неплох он был хорош он был аккуратно сделан использованы хорошие качественные материалы тянулся черти куда стрелял комфортно может не очень быстро но вот это было опять таки все хорошо но что-то не то вот здесь все хорошо и все то у вас нет особого опыта стрельбы он будет прекрасный опытный стрелок он порадует вас своей стабильностью скорость есть не могу его назвать каким-то там сверхбыстрым не чувствуется медленным тоже не назад лук комфортен во всем во в нем всего хорошего понемногу он сочетает прекрасно очень многие вещи действительно очень приятный лук стрельбе очень очень комфортно и вот кстати можете сравнить размеры рукояти и самих луков этот меньше и намного намного злее вот нет вот этого эффекта когда тянешь лук черти куда и непонятно есть там строй нету есть стоит нету есть есть так и свой вытяг стреляют очень хорошо очень бойко лук быстро и хорош и у этого лука есть одна очень приятная фишечка ну вот оса и вот это приз победителю турнира по боулингу с один момент мы еще снимаем о да мы еще снимаем очень хорошо так что этот лук надо срочно было отснять и отправить чтобы победитель бог с призом и я поздравляю того кому этот лук достанется лук хорош в итоге по поводу этих луков что я хочу сказать днепровцы луки делать определенно научились ну там и по околе было понятно они теперь могут сделать лук любой хотите побольше будет побольше хотите поменьше будет поменьше хотите рукоять больше плечи пока и так далее сделают хотите красивые склейки из ценных сортов древесины не проблема хотите любое дерево да запросто со всем они работают чехлы у них отличные с эргономикой все в порядке дизайн очень приятно рукоятка топовая ну я уверен что направо налево тоже сделать без проблем ну соответственно можно всегда приклеить полочку и так далее но самое главное они научились делать луки хотите чтобы в каком плане извините разные хотите чтобы лук был с мирным спокойным тянулся до бесконечности легко хотите лук под ваши параметры подогнать стык по вытягу чтобы был позлее пожестче побыстрее без проблем это супер и вы знаете что еще хочу сказать я крепко подзавис а какой лук мне понравился больше они настолько разные и оба настолько хороши что с этим вопросом я не справился они оба классные сами думайте что она ну собственно уличную часть и на этом заканчиваю и сейчас поделюсь еще своими впечатлениями дома и еще один момент рассказ об этих луках был бы неполным если бы я вам не показал одну просто потрясающую мелоту это детский лук лук назвали крош так понял благодаря одному персонажу это просто ну не знаю это мелота в квадрате мимимишность этого лука наверное зашкаля лук маленький к сожалению самого главного тестера сегодня вытащить не получилось занято в детском саду спектакль в общем графики с моей звездой к сожалению несмотря на пустяковое натяжение и маленький размер самая настоящая полноценная разборная классика вот такой вот так даун как у взрослых тоже красивое дерево тоже взрослая эмблема вот она вот наша оса притом лук комплектуется вот такой вот чего и с глушилками ну глушилки это ставится я так понял опциональных я не спрашивал то есть поставить их можно безо всяких проблем можно без них вот это милота это действительно очень красиво вот такая вот штука дальше коридора пока что этот лук не выходил честно говоря боюсь даже из него сейчас стрелять потому что есть не нулевой шанс что стрелу придется искать долго тем не менее если вы будете покупать своему чаду такой лук наверное я все-таки попрошу потратьте немножечко денежек купите маленькие и легкие карбоновые стрелы вытек тут конечно никакой но обратите внимание стрела летит вполне себе по-взрослому мне попадались иногда луки которые продавались как взрослые которые посылали стрелу точно так же кстати первая стрела была по моему 27 граммов то есть вполне нормальная стрела для нормального лука вот можем взять вообще толстенную толстую стрелу вот это здесь точно 27 грамм то по моему 25 летит попадает гвоздит даже по-своему ну да да это просто приясть это действительно очень приятная вещь кстати еще один добавочный момент плане прошлого лука были некоторые нарекания на вырезанную там многострадальную акулу то есть гравировка может быть достаточно скромной и разумеется безо всяких проблем можно заказать лук чистый без гравировок или с какой-то поверхностью или под гравировку или под пирографию под роспись под что я передумал дома на диване рассказывать всякую чепуху про луки я немножечко здесь пострелял и у меня сложилось такое впечатление что этот лук мне все-таки нравится больше он быстрее он с характером он все делает предыдущий но у него это все получается как-то злее бодрее мощнее при этом если бы я вышел на какие-нибудь соревнования по таргету и на какой-нибудь там 3d там полевая стрельба а именно стрелять в мишень с одной дистанции я бы выбрал наверное все таки приму но он помягче вот вот даже не знаю как сказать вот представьте себе мерседес для городских поездок и тот же самый мерседес но подготовленный для каких-то ну допустим для кольцевых автогонок мягкий комфортный хорош ты выглядит в общем-то не дешево а для кольцевых автогонок и двигжок может быть тот же и трансмиссия родная но он уже пожестче помощнее позлее гремит погромче и так далее вот собственно такие ощущения в любом случае не ну и даже удерживаться при ну луки хорошие мне очень нравятся и я очень рад что 2017 год лето и надеюсь еще осень стали такими богатыми на новинки на новинки хорошие приятные и маленький такой моментик а сколько все это стоит вот например конкретно этот лук 200 долларов много это или мало за вот такие вот склейки за оригинальный ламинат все это матовое покрытие но все ровненько ровненько не за что за это пыль какая-то вот даже пыль какая-то мел ну что-то упало чувствуется мягенько гладенько очень стильная очень аккуратная эмблемка вот эмблемка действительно это классно сделано 200 долларов за лук которые сделают по вашим параметрам который сделан блин действительно толково единственное что меня все еще интересует что с этими луками будет дальше дело вот чем ну расхвалил я их за дело стреляют они хорошо стреляют они прекрасно в руке лежат они очень приятно и так далее и выглядят вроде ну хорошо если эти луки покажут тоже самое через два-три года это будет отлично если у них ничего не сломается при активной стрельбе не растрескается не отклеится и так далее но это покажет только время вот эта марка вас паса она появилась достаточно недавно я узнал о них недавно в этом году и посмотрим как они себя зарекомендую в дальнейшем ну это уже не старт это уже выход на боевой режим класс мне нравится спасибо за внимание задавайте вопросы с радостью отвечу и до новых встреч пока